привет всем я опять путешествую и сегодня я случайно добрался до заповедника который называется шпарбах находится недалеко от вены буквально 15 километров от вены и сейчас я направлюсь посмотреть что там есть интересное здесь открывается потрясающий вид уже на предгоре альп вот позади меня есть бесплатная парковочка и также какие-то фотографии что здесь можно видеть каких животных можно увидеть вот хорошо расписано дикие кабанчики есть интересно я думаю будет вот как написано натур парк шпарбах федеральная земля нижняя австрия венский лес и вот все основные достопримечательности которые можно посмотреть здесь также есть план план прогулки стан торт это место где мы сейчас начинаем где мы припарковались наше путешествие и здесь есть маленький какой-то зоопарк дикие кабанчики озеро ну то есть территория очень большая если подняться вверх в альпы это можно подняться на высоту 571 метр максимальная высота ну и разные есть для детей игровые площадки интересно посмотрим вот один из таких входов в заповедник и здесь написано что этот заповедник принадлежит княжеству лихтенштейн это интересно да я купил входной билет это стоит 5 евро на человека получаешь такую брошюрку не все расписано но и здесь очень прикольно здесь можно перекусить за такой вход дикие кабанчики сова и вот так это все выглядит здесь как раз можно покушать касса и дальше уже на на улицу такие интересные смешные тележки для детей 4 евро стоит прокат таких тележек сюда садись своего ребенка садишь и направляясь по своему маршруту есть разные маршруты я наверное не буду полностью здесь все гулять потому что все займет два с половиной часа я прогуляюсь около часика посмотрю все самое основное самое интересное вот так это все нам к вот как это все красиво здесь выглядит люди гуляют отдыхают свежий воздух замечательно вот здесь также есть все расписано как это положено у австрийцев сколько минут куда идти есть какая-то галерея диких животных 30 минут это все пешком потом какой-то шпиль плац площадка для детей ты можно поиграться 20 минут то есть все это расписано все это то есть этих 5 евро несчастных которые ты платишь за вход это того стоит чтобы посмотреть всю красоту погулять набраться сил и конечно вот посмотрите какая красота какой лес красивый ну и есть разные достопримечательности которые я надеюсь сейчас я их найду мы Субтитры подогнал «Симон» Какие красивые, какие милые миласки Какие у них уже есть рожки Замечательно Прикольные какие Челы здесь также маленького кролика Если будет видно Он сидит такой милашка Спрятался Да, интересно здесь Посмотрим, что здесь еще есть интересное Потрясающий лес И здесь так спокойно, ребята Здесь так классно Посмотрите, какая красота Эта дорога идет в Альпы Наверх На высоту 517-520 метров И сейчас я буду подниматься постепенно наверх И есть везде разные какие-то места Для детей Какие-то животные Маленькие какие-то зоопарки Я думаю, что это будет очень интересно И кто будет в Вене Конечно, кто будет в Венском лесу Советую посетить вот этот натур-парк Вот этот заповедник, который называется Шпарбах Вы не пожалеете Здесь очень классно И лес Такое впечатление, что вот из сказки Вот эта часть леса Территория просто потрясающая Посмотрите, какая красота Ребята, хочу вам показать дикого кабанчика Который я вас здесь встретил Посмотрите Просто гуляет здесь Офигеть Круто Эй, кабанчик, постой Приветик Сейчас он ко мне подойдет Привет Привет Страшновато даже Да? Да? Здесь озеро Маленькое какое-то озеро Все расписано, как везде Есть даже рыбка Но ловить здесь строго запрещено в заповеднике Да, я удивился, когда я только что шел по тропинке И напротив мне идет дикий кабан Я, мне кажется, такого даже не встречал Я даже немножко перепугался Но он был без этих клыков Поэтому нормально Вон там он пошел гулять Дальше В лес Отправился Вот я подошел к этой мельнице Кстати, мельница Постройки 1867 год То есть середина 19 века Постройка этой мельницы И вот как внутри это все выглядит Вот так это все здесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Сейчас я уже подхожу к руинам И открывается вид с правой стороны На верхушке скалы Когда-то был какой-то маленький-маленький замок Но сейчас это остались просто руины В таком потрясающем месте Вот если посмотреть И уже позади меня Вот если посмотреть Видно Здание Руины Ну и флаг Лихтенштейна Интересно, как туда можно подняться Должна быть какая-то дорога И выглядит это все очень круто Но я там не вижу никого Ни одного человека Ну и здесь Также все расписано Как я уже рассказывал Все расписано Все маршрутики И где сейчас я нахожусь Это Руины Йоганштайн Это вот здесь Ну прикольно Немножко прошелся Вот парковочка От буквы П Детская площадка Всякие там животные Мюль И дальше Мюль Это Мельница И вот я уже поднялся Практически Вот сюда К руинам Ну я думаю Здесь надо Посмотреть Здесь нужно Подняться Руины Йоганштайн 15 минут Ну все ребята Направимся сейчас Вот по этой тропинке Я думаю Мы как раз туда дойдем А нет Есть там люди Прикольно Потрясающие места И вот Такой лес И такая вот тропинка Дорога Которая поднимается Прям к замку К руинам этим Ну и Везде бегают Дикие кабанчики И это достаточно Страшновато Ребята Потому что Они есть Очень огромные И Никогда ты не знаешь Да Что у них на уме Но Здесь надо Брать какую-то Какую-то палку Огромную палку Ну и ходить Вот я сейчас возьму Все Теперь мне Не страшен Серый волк Ни дикие кабанчики И вообще никто С этой палкой Я как Властелин колец В таком лесу Поднялся наверх Увидел пару человек Кто здесь Гулял Ну и Вот уже перед нами Эти руины Вот они Да Австрицы написали Практически Минута в минуту Это все Весь маршрут И расписание Я поднимался Ровно 15 минут Стандартным темпом И Вот уже Как раз Поднялся наверх Здесь можно Еще дальше идти Еще один час И так далее 50 минут Но Туда я уже не пойду Посмотрю Что здесь Еще есть Интересное Ну и потом Буду Спускаться вниз Вот Все расписано Крутой здесь Столик Из камня Гранит И Вход Вход в этот Замок Бывший Замок Так Посмотрим Что здесь Есть Привет Чувак Как настроение Открывается Вид Хо-хо-хо А Ну как раз Вот с той стороны Внизу Я снимал Этот замок Пару минут Назад Это по видео Пару минут Назад Ну поднимался Минут 15-16 Сюда как раз Здесь можно Устроить Пикничок Вот Флаг И И И Все Вот еще Одно Окно Хочу Ребята Для вас Что-то Показать А Точнее Кого-то Показать Но Подниматься Тяжело Я Очень Очень Тихонько Иду Чтобы Не Напугать Но Это Такой Красавчик Вот Если Я Успею Его Заснять Посмотрите Какая Красота Эй Постой Вот Какие Здесь Животные Фух Чуть не Упал Блин Поскользнулся Да На Шишки Как На Банане Нашел я Водичку Питьевая Вода Попить Классно В Австрии Одна из самых лучших в мире питьевых вод То есть питьевая вода В кране Все пьют Везде И Вот такая вот Потрясающая Альпийская Водичка Везде Есть у нас По Австрии Только Теперь Я понял Да Друзья Почему Я там Увидел Дикого Кабана И При Входе Вот Заповедник Вот Они Здесь Находятся Вот Они У них Обед На самом Деле Этот Заборчик Вот Он Идет Этот Забор И Вот Здесь Он Уже Заканчивается И Дальше Они Себе Покуш Когда Покушали Они Выходят Себе В лес И Гуляют Вот И Все Здесь Наверняка Даже Написано Что Да Здесь Есть Вот Такие Интересные Прикольные Картинки Чтобы Чтобы Не Бросать Камнями Диких Кабанов Ни Камнями Ни Гвоздями Не Кушать На Природе Потому Что Они Подбегут Захотят Тоже С вами Покушать Вот Такие Вот И Это Место Как Раз Для Диких Кабанов Которые Здесь Обитают Здесь Все Расписано Ну И Да Вот Такая Вот История Они Конечно Могут Здесь Выйти И Везде Гулять Это Это Понятно Но Я Не Сразу Понял Интересно Что Здесь Есть Такое Интересное Это Звуки Разных Животных Что Делают У нас А Сова Что У нас Сделает Понятненько Понятненько Вот Олени Блин Классно Прикольно Птички Куку Кукушка Какая Интересно Где динамики Установлены Наверху Наверное Вот здесь Динамики Ну Понятно Прикольно Да И Здесь Еще Мой Друг Гуляет Сейчас Я Покажу Вот Он Мой Дружок Пирожок Иди Сюда Красавчик Мой Красавчик Мой Блин Как я Люблю Животных Таких Маленьких Давай Иди Сюда Дай мне Своя Ухо Какой Упертый Как козлик Как козлик Он Упертый Сильный он Такой Маленький Такой Сильный Ну Что Дружок Где Твой Друг Где Твой Брат Братик Да Милый Правда Вообще Классный Супер Яблочко Не можешь Откусить Ладно Не буду Издеваться На тобой Держи Своё Яблочко И до новых Встреч Всем привет Передавай Вот обитатели И вот Они Как звёзды Блещут Они всегда любят Когда их очень гладят Чешут Да За ушко Такие красивые Классно Классно Суме Ком Какой красивый Интересно Да Вот они Стоят А вот Они На фотографии У каждого Есть своё имя Есть Анита Есть Рози Есть Губерт Эмиль Фердинанд И Фридолин Милахи Ну что Ребята Направляемся дальше Красавцы Красавцы Природы Заповедников Животных И Мне очень понравилось Друзья Кто будет в Вене Кто живёт в Вене Смотрит мои видосики Я Советую сюда Приехать Погулять Кто не знает Кто ещё не был И Это Классное место Провести День Да На свежем воздухе Отдохнуть А я уже Направляюсь Обратно К автомобилю И Поеду на Вену Ну что Друзья Всем хорошего дня Увидимся До новых встреч Пока